Приветствую вас! Много вы написали, конечно, подробно все описывали. Знаете, ну, статус заключается в том, что есть как бы две точки зрения, да? Одна точка зрения заключается в том, чтобы вы бросили этого молодого человека и, собственно говоря, бежали от всего, и чтобы вы жили свою жизнь. С другой стороны, ну, а что же, мужчина такого типа, да, такого плана, как ваш, не имеет права быть счастливым, не имеет права на счастливую жизнь, не имеет права на личное счастье и так далее. Тоже момент несправедливый. Вам нужно понять в этой ситуации, что, кстати, в хронологии как-то не очень понятно. Там тем более одно и то же скопировали два раза. Вы сейчас, на данный момент, как я понял, расстались. То есть, через месяц, может быть, поговорим, а о подруге он сказал, что контактировать с вами не хочет. Так вот, знаете, вам нужно взвисеть для себя все за и против. Я не могу и не хочу называть вас любовно-зависимым, потому что мне кажется, что если здесь и есть зависимость, то ее, на мой взгляд, не так уж много. Вот. Решение ваше, оно, знаете как, ваше решение, оно должно быть взвешенным, оно должно быть лаконичным, оно должно отражать то, что вы сами хотите. Понимаете? А если, если вы примете решение с молодым человеком быть, если вы примете решение, что готовы принять его, вот, любым, да, таким, какой он есть, и, собственно, если вы скажете, например, что я хочу быть с ним, я хочу проводить с ним все свое время, например, и так далее, то это ведь, вы же понимаете, ваше право. И никто в этом праве вас не ограничит. Ну, хотите вы с ним быть, ладно. Покажите своему мужчине, что вы готовы принимать его таким, как он есть тогда. Не обращайте внимания на его агрессию, не обращайте внимания на какие-то моменты, и все, все будет нормально. Если вы считаете, что у молодого человека больше минусов, чем плюсов, а таких, как бы, тоже возможно, тогда другое дело. Тогда, конечно, не стоит с ним быть. Но вы для себя пока вот сами эти моменты постарайтесь разрешить. Потому что, если не знаете вы, то откуда же мы можем знать, понимаете? Мы вам можем порекомендовать что-то, мы вам можем сказать что-то типа того, вот вы сами определитесь, да, и сами поступите так, как хотите. Это единственно верный, на свой взгляд, выход из той ситуации, в которой вы оказались. Потому что, ну, видите ли, любое, любое, абсолютно любое решение, любое абсолютно предложение, оно, ну, будет, надо сказать, характер такого взаимодействия, характер, знаете, совета. А мне бы лично советовать вам не хотелось бы. И думаю, что это хорошая, правильная идея. Ну и постарайтесь ввести все плюсы и минусы. Просто вот сядьте перед собой, да, изучите вот эту вот вещь. То есть, мужчина действительно болен, таблетки ему пропитаны просто так. Врачами занимаются тоже не просто так. Вы знаете, есть ли у мужчины диагноз? То есть, получите его историю болезни. Он может через, там, его мазь, через родных и так далее. Есть ли по сути диагностированных заболеваний? Именно диагностированных. Если диагностированного заболевания нет, то о чем надо говорить? Ну, как тогда можно вешать со человека, я скажу, что у него есть какие-то проблемы? Нельзя. Это несправедливо. Поэтому вы пишите прямо вот, вы пишите все негативные и позитивные моменты ваших, ну, которые связаны с молодым человеком. И, выписав их, вы уже будете куда лучше отдавать себе отсчет в том, что вам нужно сделать. Лучше будет вам сделать выбор, проще его будет принять. И другой на этот выбор можно будет вам помочь. То есть, просто все плюсы, все минусы для вас. Ну, и отдельным пунктом идет, наверное, отсутствие вреда вам, как бы, при взаимоотношениях с ним. То есть, если вы вредите себе, если вы расчеркиваетесь собой, то очень желательно, чтобы эти жертвы были сознательными. Чтобы вы четко понимали, зачем вы это делаете, для чего вы это делаете, и чтобы вы так же хорошо знали, чем лучше, тем лучше будет стать это, тем лучше будет для вас. Как это можно восполнить? То есть, чтобы не было вам вреда. Вот. Что касается детей, то это, опять же, норма морали. То есть, может ли родить такой человек? Может ли такой человек стать особой? В теории, конечно, может. В теории, конечно, может. Ну, будут некоторые особицы, да. Особенности какие-то будут, может быть. Но говорить о том, что только из того, что у него проблемы с ним не будет места, знаете, мне кажется, это личное дело каждого. Поэтому, я думаю, что вам нужно выписать все плюсы и минусы, и после этого будет понятно, имеет ли для вас значение больше плюсов или имеет для вас значение больше минусов. Общайтесь вы долго, влюбленность у вас, я думаю, уже прошла, если бы была. То, что вам без него сложно дышать, то, что он вам нужен как воздух, то, что вы даже в другой стране были и вернулись к нему, плакали по нему каждый день, это, конечно, приводный звоночек в сторону вашей зависимости. Как я уже сказал, однозначно говорить о том, что она у вас есть, я бы не стал, но и прощупать на предмет ее тоже думаю стоит. Таким образом, ну, понимаете, если вы человека любите, и если вы понимаете, что без вас ему лучше, а сейчас ему именно, что без вас лучше, то вы его отпустите, если вы его отпустить не можете, то тогда это значит, что он вам нужен для чего-то лично. И вот то, для чего он вам нужен лично, нужно разбирать отдельно с вами, если вы понимаете, о чем я сейчас говорю. В этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше, но желаю вам всего самого доброго, удачи! Спасибо. 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 Спасибо.